Великаны, доведенные до крайности. Но эти первобытные звери с шумом вернулись в бурлящий жизнью Ялоустонский парк. Чудеса биоинженерии. Бизон выглядит непобедимым. Но этот образ Америки был бы ничем, если бы не было смертоносных сил, которые создали его. И теперь они тоже вернулись. Волк и медведь-гризли. Чтобы убивать. Под холодным весенним небом Ялоустонского национального парка скоро разыграется трагедия смерти и избавления. Стадо буйволов, которых называют также бизонами, окружило упавшего товарища. Жертва суровой зимы в парке. Самец буйвола умер. И похоже, что стадо вынуждено покинуть его. Но поблизости бродят заклятые враги. Волки. Это единственное, кроме человека, существо, способное бросить настоящий вызов грозному животному. Их привлекает запах смерти. На первый взгляд кажется, что волки взяли верх. Но бизон не покинет поле боя. А пока они вернутся к погибшему. У них старые счеты, которые уже почти что удалось свести благодаря угрозе исчезновения. Когда-то бизоны имели превосходство в Северной Америке. А их постоянными спутниками были волки. По бескрайним холмистым равнинам бродили десятки миллионов бизонов. Но когда завоевали Дикий Запад, бизоны и местные жители, зависящие от них, оказались в проигрыше. В последние десятилетия 19 века численность бизонов стремительно уменьшалась. К 1908 году осталось лишь около тысячи буйволов. Основная часть из них находилась в неволе. Но несмотря ни на что, в отдаленном уголке Елоустонского парка осталось 23 диких бизона. Именно здесь и началось их возвращение. Теперь их потомков около пяти тысяч. Но волки могут рассказать еще более печальную историю. Ненавистных и преследуемых волков истребили полностью к 1926 году. Весна. Время жестокости и возрождения. Самка бизона в одиночку направляется в мир, наполненный волками. Она может покинуть стадо, повинуясь лишь одному инстинкту. Роды проходят быстро. Она проверяет, жив ли детеныш. Он весит 18 килограммов. Первые часы самые критические. Он должен встать на ноги через 10 минут, а через час он должен быть уже готов бежать. И ему надо будет бежать. В первый год жизни его стадо будет передвигаться по северной части территории, а в этой части парка влавствуют стаи волков, похожие на уличные банды. Три стаи волков. Эти волки только начали охоту на бизона, но они поймают его. Преследуемый изголодавшимися убийцами, этот детеныш станет их постоянной мишенью. Его шансы 50 на 50, что он не погибнет в первый год жизни. Но его первое испытание начинается в собственном доме. В его стаде. Он один из первенцев, родившихся в этом сезоне, и поэтому он становится объектом всеобщего внимания. Его мать отгоняет самых агрессивных животных, некоторые из которых в 40 раз больше самого детеныша. До самой весны в Ялоустолне часто были снежные бури, что дало хищникам преимущество. Убитый зимой бизон – отличная закуска для голодных гризли, выпалших из своих берлог. Если гризли выводает шанс, то детеныш – прекрасная горячая закуска. Волки испытывают все больший голод, пока у них в берлоге живут волчата. Они начинают охоту за детенышами бизонов. Но это нелегко. В царстве волков детенышу бизона не стоит искушать судьбу. Приближаются волки, притворяясь, что им это совсем неинтересно. Но причиной их спокойствия может быть нечто иное, что природа, возможно, уже сделала за них их грязную работу. Приближается самка, напряженная, инвязвимая. Волки похитили ее мертворожденного ребенка. Стадо реагирует, и разгорается их древняя вражда. Пожертвовать одним детенышем означает, что остальное стадо останется в живых. Хотя вот до тех пор, пока волки вновь не проголодаются. Наконец, все улеглось. Когда-то койоты здесь были хозяевами положения, но возвращение волков изменило ситуацию. Столкновения с более крупными родственниками уменьшили численность койотов наполовину. Некоторые инциденты оскорбляют чувство собственного достоинства койотов, но для других они оказываются смертельно опасными. Любимая тропа бизонов проходит через пруды Блэкдейл. Зимой проход по этому маршруту не составляет никаких трудностей, но весной это может стать смертельной ловушкой. В воде, где человек может утонуть за несколько минут, мощный бизон сражается четыре часа, а затем уходит под воду. У молодого буйвола больше нет сил. Здесь каждый год тонут бизоны. Это принимают во внимание другие жители этих мест. Резвые падальщики привлекают внимание гризли к затонувшему сокровищу. Манящее пиршество прямо рядом. Он проверяет, выдержит ли лед его вес в 230 килограммов. А вес его вместе с весом 450-килограммового бизона спектакль привлекает внимание голодной аудитории. Даже гризли такого размера что-нибудь после себя оставят. Это знают орлы, вороны и койоты. Стая волков-друидов вышла на охоту. Подобно остальным стаям в Йеллоустоуне, они стали охотниками на бизонов, постигая вновь науку охоты на добычу, которая может дать сдачи. Их обычная добыча – лоси. Обычно убегают. Детеныш забывает о надвигающейся опасности. Окружая и готовясь к атаке, волки производят оценку местности по периметру расположения стада. Они ловят детенышей, застегнутую врасплох мать, таким образом отрезая их от остального стада. Преследуя одинокую пару, волки получают преимущество. Удар бизона сбивает волка с ног. От подобных ран будет сложно оправиться. Остальная стая продолжает атаковать. Скорее всего, детеныш обречен. Но приходит подмога. Стадо бизонов вызвало подкрепление. Это безвыходное положение. Эти волки, все еще познающие азы своей смертоносной тактики, знают, когда надо отступать. Детеныш обязан своей жизнью стаду. Поскольку в большинстве стад есть очень мощные бизоны, то они могут нанести сильнейший удар, чтобы защитить молодых бизонят. Но для звереныша семейная жизнь полна сюрпризов. Кто знает, когда приятное купание в Минзи вместе с мамой будет прервано. В стаде бизонов существует строгая иерархия. Во главе стоят самки. Влавствуют старшие и более опытные. Молодые самки и их отпрыски стоят на ступень ниже. Молодым самцам надо постоянно напоминать, кто тут главный. После нескольких лет, проведенных в стаде, более зрелые самцы начинают самостоятельную жизнь. Они бродят по высокогорным равнинам, пока зов плоти не приводит их обратно в стадо, чтобы бросить окончательный вызов. Взрослый самец хорошо оснащен для борьбы за выживание. Огромные размеры, панцирь и хорошая ловкость. Он может весить порядка 900 килограммов и достигать высоты в 2 метра в холке. Это на 1 треть метра выше и намного тяжелее, чем самка бизона. У него характерные широкие плечи и низкие бедра. В его огромной грудной клетке находятся мощные легкие. Длина позвонков в горбу достигает 1,3 метра. К этой точке опоры крепятся сухожилия и мышцы, которые поддерживают его огромную голову и приводят в действие его передние ноги. Наверху этого огромного тела находится плотный, длиннощетинистый слой панциря. Шерсть на его голове играет роль защитного шлема толщиной 8 сантиметров, который прекрасно абсорбирует удары. Если в передней части тела заключается его мощь, то задняя часть отвечает за скорость. Эти мускулистые конечности очень подвижны. А задними копытами он может нанести смертельный удар. Самец американского бизона – мощная боевая машина, готовая к использованию в наступающий период брачного сезона. К июлю хищники Йеллоустоуна заняты воспитанием своих новорожденных. Малыши койота родились в то же время, что и детеныши бизона. Им уже три месяца. Их уже отняли от груди матери. Теперь они требуют мяса, которое отрыгивает вернувшийся взрослый. Остальные начинающие убийцы изучают основы искусства погоны. Пока результаты не очень. Их мать, самка гризли, охотится неподалеку на лосят, прячущихся в полыне. Но пока безуспешно. Поскольку численность гризли увеличивается, увеличивается и конкуренция. И в результате медведям приходится искать новую добычу. Взрослые чудища бизон слишком большой. А вот их отпрыски выглядят соблазнительно. Чтобы накормить своих детей, она готова противостоять целому стаду бизонов. Детеныш бизона. Голодный хищник. Мощная мать. Стоит ли это того? Этот гризли не может рисковать тревожить стадо. Ей необходима скорость, хитрость и эффект неожиданности. Несмотря на свои размеры, медведь может развивать скорость до 55 км в час. Бизон способен развивать такую же скорость. Но детеныш нет. Стадо бросается бежать, не подозревая, что в засаде медведь. Итак, медведю удалось изолировать детеныша от матери, используя навыки ковбоя Народео. Мать пытается дать отпор. Но слишком поздно. Мать не может смириться со смертью своего детеныша. Жестокий итог этого нападения означает для стада только одно. Они могут спокойно пастись до тех пор, пока не появится очередной голодный хищник. Но иногда все меняется. Стадо бизонов неожиданно наткнулось на убежище койота, и щенки ничего не могут понять. Пока их родители ушли на поиски корма, они лицом к лицу столкнулись со стадом бизонов. Находящиеся в меньшинстве и уступающие в размерах щенята оказываются в затруднительном положении. Стадо собирается наверху у убежища койотов, обнюхивает мочу и помет койотов и наслаждается своей победой над койотами. Но все не так просто. Появляются взрослые койоты, готовые оценить нанесенный ущерб. Задача номер один. Найти щенят. Мать издает зовущий крик. Но все становится еще хуже. Появляется большой и мощный волк. Если волк обнаружил койота на своей территории, то дни койота сочтены. Этот волк такой же, как и остальные волки. Чтобы спасти своих детенышей, койоты объединяют силы, чтобы изгнать волка со своей территории. Пришло время перенести свое убежище в более безопасное место. В середине лета бизоняты уже становятся все более и более похожими на грозных зверей. Они постигли науку пересечения реки. И они меняют свой оранжевый окрас на темно-коричневый. Шаловливый койот обучает отпрыска тактике ведения боя бизона с хищниками. Это период изобилия и все в хорошем настроении. Но когда годовалый бизон вступает в игру, койот прекращает соревнования. Во время короткого лета в Йеллоустоне бизоны стараются набрать вес к зиме. Важен каждый кусочек. Подойдут разные травы слуга, даже древесные. Неудивительно, что им удается лучше выжить на этих равнинах, чем простому рогатому скоту. Поэтому они властвуют на этой беспощадной земле. Все это благодаря удивительному четырехкамерному пищеварительному тракту, способному переварить 23 килограмм растительности в день. Частично пережеванная трава попадает в первую камеру. Рубец – гигантский бродильный чан с огромным количеством микробов, расщепляющих целлюлозу, содержащуюся в траве. Затем они ее отрыгивают и пережевывают до мягкого состояния. Это месиво проходит через три других отдела желудка, где происходит остальной процесс пищеварения. То, что выходит, становится пищей для личинок-насекомых. В поисках этих личинок вороны с удовольствием переворачивают в воздухе бизонии лепешки. В середине лета в стадо прибывает чужак. Это огромный самец, который полон тестостерона ищет только одно. Даже гризли со своим отпрыском предоставляет ему место. Вслед за ним приходят и другие санкции. Конкуренты. Некоторые из них уже старики, за плечами которых много жестоких драк. Другие еще новички на поле боя. Победит только один. Ими всеми руководит только половой инстинкт. В небе гремит гром, но не с ясного неба. Это звук битвы титанов. В последующие три месяца самцы будут сражаться за право на спаривание. Это замысловатый шахматный матч, приз которого секс. В любой день гона только у трех самок период течки. Ему надо выбрать одну из них. Он должен быть первым или ее заберут другие парни. Нет времени на нежности. Огромные брызжущие слюной самцы принюхиваются к запаху самки. Путь к сердцу буйвола лежит через его ноздри. Они не стесняются проверить все прелести. Железы в носу помогают им определить, когда начнется течка у самок. Когда она уже разогрета, он рядом с ней. Иногда она заставляет его выжидать несколько дней. А иногда в игру вмешивается другой самец. Сейчас начнется бой гладиаторов. Драка – дело изматывающее и опасное. Поэтому вначале они принимают позу настоящего мачо. Для этого необходима пара ловких движений. И хорошее чувство стиля. Самодовольная манера держаться всегда производит впечатление. А также устрашающий рев. Поворачиваться боком к сопернику не очень-то умно. Но это преподносит во всей красе физические достоинства самца. Время упасть. Чтобы пометить территорию, самцы мочатся в лужу перед тем, как ударить копытом и начать валяться. Летящая пыль может передать их мужские феромоны. Только когда уже ничего не помогает, они прибегают к насилию. Цель самцов – забодать соперника до смерти. У каждого третьего самца в стаде сломаны ребра. Или еще хуже. В Йеллоустоуне брачный сезон достигает своего апогея к началу августа. Все это производит впечатление, что всем командуют самцы. Но все же именно самки подбирают себе самцов. Если ей не нравится партнер, то она убежит. Когда разгоряченная самка бежит сквозь стадо, за ней по пятам следует хаос и драка. Эта взрослая, более опытная самка может не спешить в выборе настоящего самца. Ее детеныш не знает, что и думать. А вот и более молодой самец пытается привлечь ее внимание. Ему всего 4 года, и он новичок. Он тоже хочет получить шанс. Пропустив формальности, он начинает схватку с более старшим самцом. Пропустив формальности, он transcran за метр вверх. На его стороне молодость и желание. Но побеждает опыт. Старший самец возвращается к уже ждущей его самке. 15 секунд, и все закончилось. Но чтобы закрепить свою победу, он гордо вышагивает с ней в течение получаса, чтобы другие самцы не пытались даже приставать к ней. Для детенышей это означает начало конца отношений с матерью. В этом году брачный период уже подошел к концу, оставив самцов изможденными и похудевшими. В пылу страсти самец может потерять до 100 килограммов. Только несколько чемпионов могут обеспечить стадо потомством. Многие из желающих вступают в жестокие схватки и остаются ни с чем. Некоторые раненые уползают домой. Некоторые погибают от заражения ран. А этот старик, похоже, провел последний бой в своей жизни. Выжившие направляются к пастбищам, где растет трава с высоким содержанием протеина. Если им не удастся восстановиться, то приближающаяся зима может стать их последней зимой. С наступлением осени возникает опасность как для лосей, так и для бизона. Совсем скоро наступит сезон волков. С наступлением зимы волки сбиваются в целые банды. Они тщательно разрабатывают планы нападения на крупную добычу. Иначе им придется голодать. Бизон может достигать скорости 50 километров в час. Аналогичной скорости беговой лошади. Волки могут преследовать их. У них такой же удивительный запас жизненных сил, как и у бизона. Поэтому бизону понадобится все его вооружение. Толстый ворс, мощные копыта и смертоносный удар. Кроме того, стадо вместе пытается отогнать из голодавшихся псов, хотя бы на время. Когда в октябре выпадает снег, начинается сезон волков. Их борьба за власть. Для ялоустоунских бизонов наступило время подсчета. Снег – помощник волка и смертельный враг для бизона. Иногда поиски травы отнимают больше сил, чем вся энергия, полученная в результате еды. Но их мощные, низкопосаженные головы могут бороздить снег, а их пищеварение замедляется, что позволяет им питаться древесной растительностью. Но хуже снега – только лед. Любимые тропы становятся опасными. Один неверный шаг – и сломана нога, что является просто смертным приговором. Снег – обоих сторон. Снег – обоих сторон. Ух, ух. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Они не хотят иметь ничего общего с нарушителем спокойствия, который привел сюда голодных псов. Бедный лосенок оказался между хищниками, от которых он мог бы убежать, и между стадом, которое хочет его прогнать. Глубокий снег усугубляет его вложение. И вновь лосенок выбирает лучше жестокого бизона, чем хищных койотов. Но молодой бизон-самец становится все более агрессивным. Койоты ждут, когда за них сделают всю работу. Мощным ударом копыт бизон подбрасывает малыша в воздух. Он упал и абсолютно беспомощен. Стадо бизонов выглядит озадаченным. Они оставляют его, приговаривая его таким образом к неминуемой смерти. Он становится редким в это зимнее время и явством для койотов. Мороз становится все сильнее, и животные в стаде начинают погибать. С понижением температуры дела идут все хуже и хуже. Старые самки сражаются с более молодыми животными за корм. Молодому бизону особенно трудно найти необходимое пропитание. Стадо слабеет с каждым днем. И волки знают это. Подбодренные уязвимостью стада, они проверяют на слабость даже взрослых животных и становятся постоянным источником мучений. Самка, отбившаяся от стада, становится мишенью. Они изолируют ее и окружают. Волки могут заполучить этого зверя. Единственная надежда на спасение – стадо. Не может тратить силу на защиту каждого члена стада от нападений. Самка ослабевает, и приходит смерть. Ее детеныш впервые в жизни остался один. Волки празднуют победу. Для Яллоустоуна это тоже мрачная и парадоксальная победа. Признак того, что все в парке вернулось к прежней расстановке сил. Волки вновь овладели искусством победы над грозным зверем. Смерть самки укрепит стадо. Бизон, выживший среди волков, будет жить, чтобы дать потомство будущим летом. Вот так это и происходит. Избавление, окрашенное кровью, когда два древнейших животных вновь разжигают первобытную вражду. Это естественный порядок, который почти уничтожили люди. Но сезон волков подходит к концу. Канадские казарки возвещают о приходе весны и сезоне новых опасностей. Теперь бизоны становятся мишенью самой природы. Зиму пережила только половина новорожденных. И у них впереди еще одно препятствие, прежде чем им вновь улыбнется удача. И вновь мощные животные на тонком льду. Сегодня это детеныш, который потерял свою мать этой зимой. Он без оглядки заходит все глубже. Но затем бросается к берегу. Его стадо скоро пойдет дальше. Берега подмыты, и на них трудно вскарабкаться. Приближается самец и ободряет его. Детеныш стоит. Холодный, жалкий. Но живой. Вместо того, чтобы утешить его, стадо возбуждается и ощетинивается на него, подняв хвосты. Покрытый застывшей грязью, он не пахнет, как один из них. Похоже, с ним обойдутся так же, как с беспомощным лосенком. Мать узнала бы его по голосу. Но ее здесь нет. Он не погиб в этом пруду, но его может убить стадо. К счастью, он обсыхает. И вновь становится бизоном и занимает свое место в стаде. С наступлением весны малышу исполняется год. Он пережил самый тяжелый год для бизона. А теперь он присоединяется к годовалым бизонятам и становится все ближе и ближе к превращению в настоящего бизона. К счастью, ему удалось выжить. И он будет сражаться, спариваться и производить потомство следующих елоустонских бизонов. Бизон вернулся. Пройдя испытания зимой и волками. Эволюционными силами, которые только закалили его. И вновь грозные животные Америки влавствуют в Йеллоустонском национальном парке. Мы потеснимся, чтобы им было достаточно места, как и раньше они вновь вернулись домой. Подбодренные уязвимостью стада, они проверяют на слабость даже взрослых животных и становятся постоянным источником мучений. Самка, отбившаяся от стада, становится мишенью. Они изолируют ее и окружают. Волки могут заполучить этого зверя. Единственная надежда на спасение, стада, не может тратить силу на защиту каждого члена стада от нападения. Самка ослабевает и приходит смерть. Ее детеныш впервые в жизни остался один. Волки празднуют победу. Для Йеллоустона это тоже мрачная и парадоксальная победа. Признак того, что все в парке вернулось к прежней расстановке сил. Волки вновь овладели искусством победы над грозным зверем. Смерть самки укрепит стадо. Бизон, выживший среди волков, будет жить, чтобы дать потомство будущим летом. Вот так это и происходит. Избавление, окрашенное кровью, когда два древнейших животных вновь разжигают первобытную вражду. Это естественный порядок, который почти уничтожили люди. Но сезон волков подходит к концу. Канадские казарки возвещают о приходе весны и сезоне новых опасностей. Теперь бизоны становятся мишенью самой природы. Зиму пережила только половина новорожденных. И у них впереди еще одно препятствие, прежде чем им вновь улыбнется удача. Кроме того, стадо вместе пытается отогнать из голодавшихся псов хотя бы на время. Когда в октябре выпадает снег, начинается сезон волков. Их борьба за власть. Для ялоустоунских бизонов наступило время подсчета. Снег – помощник волка и смертельный враг для бизона. Иногда поиски травы отнимают больше сил, чем вся энергия, полученная в результате еды. Но их мощные, низкопосаженные головы могут бороздить снег, а их пищеварение замедляется, что позволяет им питаться древесной растительностью. Но хуже снега – только лед. Любимые тропы становятся опасными. Один неверный шаг – и сломана нога. Что является просто смертным приговором. Один неверный шаг поиски травы отнимают. Простой. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Лосенок, напуганный койотом, ищет убежище в стаде бизонов. Но здесь его не ждут. Когда койоты окружают, бизон пытается выгнать лосенка из стада. Они не хотят иметь ничего общего с нарушителем спокойствия, который привел сюда голодных псов. Бедный лосенок оказался между хищниками, от которых он мог бы убежать, и между стадом, которое хочет его прогнать. Глубокий снег усугубляет его из стада. Они не хотят иметь ничего общего с нарушителем спокойствия, который привел сюда голодных псов. Бедный лосенок оказался между хищниками, от которых он мог бы убежать, и между стадом, которое хочет его прогнать. Глубокий снег усугубляет его вложение. И вновь лосенок выбирает лучше жестокого бизона, чем хищных койотов. Но молодой бизон-самец становится все более агрессивным. Койоты ждут, когда за них сделают всю работу. Мощным ударом копыт бизон подбрасывает малыша в воздух. Он упал и абсолютно беспомощен. Стадо бизонов выглядит озадаченным. Они оставляют его, приговаривая его таким образом к неминуемой смерти. Он становится редким в это зимнее время и явством для койотов. Мороз становится все сильнее, и животные в стаде начинают погибать. С понижением температуры дела идут все хуже и хуже. Старые самки сражаются с более молодыми животными за корм. Молодому бизону особенно трудно найти необходимое пропитание. Стадо слабеет с каждым днем. И волки знают это. Подбодренные уязвимостью стада, они проверяют на слабость даже взрослых животных и становятся постоянным источником мучений. Самка, отбившаяся от стада, становится мишенью. Эта взрослая, более опытная самка может не спешить в выборе настоящего самца. Ее детеныш не знает, что и думать. А вот и более молодой самец пытается привлечь ее внимание. Ему всего 4 года, и он новичок. Он тоже хочет получить шанс. Пропустив формальности, он начинает схватку с более старшим самцом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Могут обеспечить стадо потомством Многие из желающих вступают в жестокие схватки и остаются ни с чем Некоторые раненые уползают домой Некоторые погибают от заражения ран А этот старик, похоже, провел последний бой в своей жизни Выжившие направляются к пастбищам, где растет трава с высоким содержанием протеина Если им не удастся восстановиться, то приближающаяся зима может стать их последней зимой С наступлением осени возникает опасность как для лосей, так и для бизона будет бежать В первый год жизни его стадо будет передвигаться по северной части территории А в этой части парка влавствуют стаи волков, похожие на уличные банды Три стаи волков Эти волки только начали охоту на бизона, но они поймают его Преследуемый изголодавшимися убийцами, этот детеныш станет их постоянной мишенью Его шансы 50 на 50, что он не погибнет в первый год жизни Но его первое испытание начинается в собственном доме В его стаде Он один из первенцев, родившихся в этом сезоне И поэтому он становится объектом всеобщего внимания Его мать отгоняет самых агрессивных животных, некоторые из которых в 40 раз больше самого детеныша До самой весны в Ялоустолне часто были снежные бури, что дало хищникам преимущество Убитый зимой бизон – отличная закуска для голодных гризли, выпалших из своих берлог Если гризли выводает шанс, то детеныш – прекрасная горячая закуска Волки испытывают все больший голод, пока у них в берлоге живут волчата Они начинают охоту за детенышами бизонов Но это нелегко В царстве волков детенышу бизона не стоит искушать судьбу Приближаются волки, притворяясь, что им это совсем неинтересно Но причиной их спокойствия может быть нечто иное, что природа, возможно, уже сделала за них их грязную работу Приближается самка, напряженная, инвязвимая Волки похитили ее мертворожденного ребенка Стадо реагирует, и разгорается их древняя вражда Но хуже снега – только лед Любимые тропы становятся опасными Один неверный шаг – и сломана нога Что является просто смертным приговором Субтитры делал DimaTorzok Соберники, которые хоть как-то выносили друг друга летом Теперь не могут позволить себе этого в этот трудный период Лосенок, напуганный койотом, ищет убежище в стаде бизонов Но здесь его не ждут Когда койоты окружают, бизон пытается выгнать лосенка из стада Они не хотят иметь ничего общего с нарушителем спокойствия Который привел сюда голодных псов Бедный лосенок оказался между хищниками, от которых он мог бы убежать И между стадом, которое хочет его прогнать Глубокий снег усугубляет его вложение И вновь лосенок выбирает лучше жестокого бизона, чем хищных койотов Но молодой бизон-самец становится все более агрессивным Койоты ждут, когда за них сделают всю работу Мощным ударом копыт бизон подбрасывает малыша в воздух Он упал и абсолютно беспомощен Стадо бизонов выглядит озадаченным Они оставляют его Приговаривая его таким образом к неминуемой смерти Грамм растительности в день Частично пережеванная трава попадает в первую камеру Рубец, гигантский бродильный чан с огромным количеством микробов Расщепляющих целлюлозу, содержащуюся в траве Затем они ее отрыгивают и пережевывают до мягкого состояния Это месиво проходит через три других отдела желудка Где происходит остальной процесс пищеварения То, что выходит, становится пищей для личинок-насекомых В поисках этих личинок вороны с удовольствием переворачивают в воздухе бизонии лепешки В середине лета в стадо прибывает чужак Это огромный самец, который полон тестостерона и ищет только одно Даже Гризли со своим отпрыском предоставляет ему место Вслед за ним приходят и другие самцы Конкуренты Некоторые из них уже старики, за плечами которых много жестоких драк Другие еще новички на поле боя Победит только один Ими всеми руководит только половой инстинкт В небе гремит гром, но не с ясного неба Это звук битвы титанов В последующие три месяца самцы будут сражаться за право на спаривание Это замысловатый шахматный матч, приз которого секс В любой день гона, только у трех самок период течки Ему надо выбрать одну из них Он должен быть первым, или ее заберут другие парни Нет времени на нежности Огромные брызжущие слюной самцы принюхиваются к запаху самки Путь к сердцу буйвола лежит через его ноздри Они не стесняются проверить все прелести Она может покинуть стадо, повинуясь лишь одному инстинкту Роды проходят быстро Она проверяет, жив ли детеныш Он весит 18 килограммов Первые часы самые критические Он должен встать на ноги через 10 минут А через час он должен быть уже готов бежать И ему надо будет бежать В первый год жизни его стадо будет передвигаться по северной части территории А в этой части парка владствуют стаи волков Похожие на уличные банды Три стаи волков Эти волки только начали охоту на Бизона Но они поймают его Преследуемый изголодавшимися убийцами Этот детеныш станет их постоянной мишенью Его шансы 50 на 50, что он не погибнет в первый год жизни Но его первое испытание начинается в собственном доме В его стаде Он один из первенцев, родившихся в этом сезоне И поэтому он становится объектом всеобщего внимания Его мать отгоняет самых агрессивных животных Некоторые из которых в 40 раз больше самого детеныша До самой весны в Ялоустоне часто были снежные бури Что дало хищникам преимущество Убитый зимой Бизон Отличная закуска для голодных гризли Выпалших из своих берлог Если гризли выводает шанс То детеныш прекрасная горячая закуска Волки испытывают все больший голод Пока у них в берлоге живут волчата Они начинают охоту за детенышами Бизонов Но это не легко В царстве волков детенышу Бизона не стоит искушать судьбу Приближаются волки Кроме того, стадо вместе пытается отогнать из голодавшихся псов Хотя бы на время Когда в октябре выпадает снег Начинается сезон волков Их борьба за власть Для ялоустонских бизонов Наступило время подсчета Снег помощник волка И смертельный враг для Бизона Иногда поиски травы отнимают больше сил Чем вся энергия, полученная в результате еды Но их мощные, низкопосаженные головы Могут бороздить снег А их пищеварение замедляется Что позволяет им питаться древесной растительностью Но хуже снега Только лед Любимые тропы становятся опасными Один неверный шаг И сломана нога Что является просто смертным приговором Субтитры создавал DimaTorzok Соберники, которые хоть как-то выносили друг друга летом Теперь не могут позволить себе этого В этот трудный период Лосенок, напуганный койотом, ищет убежище в стаде бизонов Но здесь его не ждут Когда койоты окружают, бизон пытается выгнать лосенка из стада Они не хотят иметь ничего общего с нарушителем спокойствия Который привел сюда голодных псов Бедный лосенок оказался между хищниками От которых он мог бы убежать И между стадом Которые, хоть азы своей смертоносной тактики Знают, когда надо отступать Детеныш обязан своей жизнью стаду Поскольку в большинстве стад Есть очень мощные бизоны То они могут нанести сильнейший удар Чтобы защитить молодых бизонят Но для звереныша Семейная жизнь полна сюрпризов Кто знает, когда приятное купание в Минзи Вместе с мамой будет прервано В стаде бизонов существует строгая иерархия Во главе стоят самки Влавствуют старшие и более опытные Молодые самки и их отпрыски стоят на ступень ниже Молодым самцам надо постоянно напоминать Кто тут главный После нескольких лет, проведенных в стаде Более зрелые самцы начинают самостоятельную жизнь Они бродят по высокогорным равнинам Пока зов плоти не приводит их обратно в стадо Чтобы бросить окончательный вызов Взрослый самец хорошо оснащен для борьбы за выживание Огромные размеры Панцирь И хорошая ловкость Он может весить порядка 900 килограммов И достигать высоты в 2 метра в холке Это на 1 треть метра выше И намного тяжелее, чем самка бизона У него характерные широкие плечи и низкие бедра В его огромной грудной клетке Находятся мощные легкие Длина позвонков в горбу достигает 1,3 метра К этой точке опоры крепятся сухожилия и мышцы Которые поддерживают его огромную голову И приводят в действие его передние ноги Наверху этого огромного тела находится плотный, длиннощетинистый слой панциря Шерсть на его голове играет роль защитного шлема толщиной 8 сантиметров Который прекрасно абсорбирует удары Если в передней части тела заключается его мощь То задняя часть отвечает за скорость Эти мускулистые конечности очень подвижны А задними копытами он может нанести смертельный удар Самец американского бизона Мощная боевая машина Готовая к использованию в наступающий период брачного сезона Субтитры создавал DimaTorzok